вот что у нас получилось то есть вот эти вот складки до на выкройке это у нас вот они складочки а вот эти вот складки то что здесь показано у нас вот собраны как я показываю как вот мы вот так вот делаем вот здесь мы должны быть пришита клепочка здесь нет здесь мы ее сначала вот так вот делаем сюда заводим и прикладываем и смотрим где нам пришить эту клепочку здесь можно обходиться без всяких вытачек она просто сама по себе натягивается вот мы пришиваем и застегиваем теперь мы берем вот этот вот темно как даже неровно немножко выглядит натяжение идет вокруг талии пропускаем между ножек вот здесь выходит это с другой стороны это подтягиваем поднимаем и зацепляем вот здесь вот таким образом это вот это ножка у нас на вся присборено как достаточно красиво а вот здесь идут хвостик такой если мы сюда вставим ту же проволоку да вот допустим вот по этому краю и до того где сзади да то мы можем сделать ее вот так вот да сделать ну как будто у нас ветер идет либо мы ее делаем короче и она у нас просто спускается вниз самым обычным способом либо вот есть как мне нравится между ножек это касательно кришна то мы можем сделать еще длиннее той длины которая нам нужно пропустить сквозь ножки назад и выпустить так сбоку у некоторых горнита это тоже выглядит красиво на этих это не стоит делать у них ножки рядышком стоят мы выводим вот так вот там за ту ножку кстати можно делать как раз ножки по разу и вот так мы выпускаем это сбоку ну понятно можно сделать больше можно сделать шире вот эти вот складки которые мы здесь собираем вот они здесь отмечено дан вот их количество на мы можем эту длину удлинить увеличить таким вот образом у нас получается такой отходьте вполне так красивая я попробую сделать несколько таких как-то раньше они мне не нравились я раньше не заправляла пришли за стопу больше раньше было штанишек вообще мне некогда было подушить я в храме шила только не своим так теперь о хорошем сейчас я покажу как можно ко всем этим трем тхоте по-разному делать складки вот на блестящем тхоте у меня складки были вот так просто сделаны они длинные для моего кришна длина и еще столько сколько я хочу чтобы она выходила то есть это на каждом тхоте может быть по-разному и вот эту вот наверху я ее просто сгибаю я получается вот так а здесь он у меня выпускается и я здесь формирую складки и защита зашиваю их нитками то есть они у меня здесь вот придут фиксировано и фиксирую и здесь я делают так как мне нужно материал можно заставить лечь туда куда ты хочешь то те складки которые сейчас были на блестящих одеждах с бусинками они выглядят примерно вот так вот то есть мы берем материал смотрим какую ширину мы хотим чтобы было выходила у господа вот здесь то есть мы складываем складки и смотрим как как нам нравится больше и вот эту ширину мы откладываем на бумаге потом мы замеряем длину допустим она у нас будет вот такая да вот как я делаю вот эти у меня обязательно идет подкладка потому что так лучше это в том случае если вы не используете тесьму вот я везде стараюсь не использовать тесьму то здесь у меня просто обмета на машинке вот и для того чтобы не использовать никакую тесьму и край был хороший я использую подкладку я просто сшиваю две половинки одинаково да то есть то что у меня будет на лицо и изнаночную до сшиваю и выворачиваю и вот в этот то есть я сшиваю эти две половинки вместе и когда они у меня сшиты допустим вот здесь у меня проложен шов я второй шов провожу где-то до середины ну чуть меньше примерно там где здесь из-за ножки выходит примерно за ножкой я прячу этот шов допустим он у меня вот здесь да то есть я вот до сюда дошиваю вторую часть и вот близко к этому шву я пришиваю проволоку между швом и концом ткани я пришиваю проволоку а вот эту вот часть уже после того как я сошью ну по крайней мере подкладной материал я краю полностью квадратиком я делаю вот таким образом я очень быстро довожу его вода сюда во а здесь делаю чуть шире чем мне нужно и получается так что я беру вот материал да вот у меня пошита это вверх да я просто заворачиваю вот эту сторону и эту сторону заворачиваю это получается у меня в животику подходит очень тонкая часть также делаю горнитай вот и вот где-то на этом уровне у меня начинается вся вот эта пышность складок она у меня уходит туда еще здесь у меня все очень тоненько и это ну как бы помогает выглядеть хоть и более естественно это те складки которые сейчас находятся на одеждах вот которые показывала на господи видео с алтаря также если мы делаем просто обычные складки то есть мы сделали хоть и вот по такому образцу то мы просто замеряем господа то есть вот эти вот складки здесь я не уменьшала ведь сколько складок внизу столько и наверху это просто делается вы замеряете высоту вашего отхода допустим вот так вот замеряете сколько вы хотите складок допустим 3 по ширине сантиметра значит вам нужно в два раза больше на одну складку и вот вы ее продолжаете по сантиметру и пошло у вас все должно быть три складки значит у вас получится вот такой вот прямоугольничек вот вы здесь отделывать там тесемочка или вышивкой чем-то да здесь собираете эти складочки а вот эту планочку пришиваете уже непосредственно к самому отходе то есть вот по высоте точно так же вот с этим можно работать и так вот эти одежды которые в мастер-классе показаны шьем божеством за пожертвования можно его кроить еще вот так то есть него здесь тесемочку пришивать а начиная вот отсюда его можно вот под таким скосом срезом сделать и тогда она у вас получится вот так то есть если мы вот этот квадратик сложим у нас будет вот такой и складки у вас будут вот так если вы вошьете сюда по периметру ну не по периметру с двух сторон и вошьете проволоку то можно будет делать вот таким вот образом раскрывать их если они будут просто у вас висеть это тоже достаточно красивенько выглядит тогда их не надо делать много их достаточно 2 сделать не надо 3 делать и тоже даже мы можем моделировать эту выкройку вот таким вот образом мы просто берем и срезаем вот таким вот углом у нас получается такие вот очень красивые складочки то что касается точно так же можно делать ну кришни горнетая то есть одинаково и вот на этих тхоте извините и вот на этих тхоте которые я шила то здесь вот так вот складочки мы точно также можем взять сделать вот такой срез и если это будет отделано поднимите семечкой или это будет двухсторонний отходе допустим вот эти вот вот эту часть можно сделать тоже с подкладкой ну если это тонкий материал вот то у вас будет с одной стороны один цвет а здесь будет другой это будет очень так красиво выглядеть такие вот можно делать хоть и преобразование теперь мы поговорим немножечко о чадарах значит чадары часто очень делают ну не потому что кого-то такой вкус чадары делают вот таким вот образом две вот таких больших и они вот так в разные стороны торчат бывает даже больше вот прямо такие огромные делать божествам вот может кто-то думать просто других нельзя делать или ну кому-то это нравится доведу до вашего сведения какие еще бывают чадары и как их можно сделать то есть обычно чадары как делают их делают если вы их положите перед собой то они будут оба видны вам в лучшем своем виде можно же делать вот так то есть и будут они выглядеть как я показала уже на господа его одеваешь значит с той стороны ну да это на другого с той стороны у меня это одевалось большой чтоб не закрывал здесь вот маленький но это на другого господа как бы должно быть вот так мы здесь и так сейчас в разные стороны эти кончики торчат их можно делать резные всякие то есть разную вышивку тогда господа больше видно если вот этот я делала раньше у меня здесь большая воде ширина это делать для того чтобы они лучше сидели если сделать это из тесемочек буквально да то можно это делать вот так вот как это делает тара да допустим по длиньше делаем и а еще забыла рассказать как делается вот на этом хоть и вот это вот сейчас я сказал что по кругу как то есть вот я выкройку нашла это вырезать вот такой круг желательно два с подкладкой даже с подкладкой а с таким же материалом то есть для таких они прошиваются по кругу здесь оставляется потом выворачиваются у нас получается двойная такая здесь можно сшить ее вот и по тайным шовчиком то есть расправляются вот так и пришивается как хоть и получается эти полны мы их просто бы немножечко прихватываем чтобы они были на каком-то определенном месте у меня была такая идея я таких не видел нигде мне захотелось сделать теперь поговорим о чадрах обычно когда смотришь ну шьют особенно вот на продажу вот эти вот одежда им делают чадры примерно таким вот образом то есть в разные стороны две вот таких вот два таких чадра больших достаточно и на них вышивка вот за ними спрятаны курты и принципе если вы делать будете собирать сидел такие чадры то с куртами вам возиться особо не нужно их все равно будет не видно и сверху хоть и если же вы захотите сделать что-то приталенное чтобы было господу видно то чадры можно также делать вот таким образом то есть если мы те чадры возьмем те чадры вот которые на фотографиях обычно в мастер-классах такие широкие они если положить ровно они будут выглядеть вот так вы будете видеть все лицо если же сделать вот таким образом то есть с одной стороны одна часть лицо с другой стороны другая часть лица то их можно вешать на господа вот таким вот образом и тогда и тогда одна часть будет немножечко прикрыта можно даже это в сторону отвести и основной чадр будет идти сзади то есть они тоже делают это но чаще все плоские такие чадры хотя можно делать и в сборку для того чтобы ну какую-то вышивку показать чтобы это было гармонично вот такой вид чадра может быть он может быть длинный может быть короче он может иметь также три слоя то есть вот как в том мастер-классе показано то есть сначала один треугольничек потом поменьше другое из-за него выглядят и еще мельче другой выглядывает также я придумывала здесь он красивше выглядит это большие вот эти от божества храмовские я любила делать всем одновременно то есть вот здесь вот свисает длинная с вышивками не очень хорошо видно а из-за спины выглядывает и за пальчик на вот такой вот петельки видите петелька еда такая прозрачная телеска и на такой петельке она вешается вот на пальчик таким вот образом так это вот заводится за спинку на этих не очень хорошо у них ручки близко стоят это такие чадры не подглядела они более красивые выглядят на больших божествах или у которых вот ручки в сторону расставлены то есть вот таким вот образом одевается вышитые такие ну что-то резное можно также одну часть так другую за спинку я собираюсь их переделывать у меня такой же есть чадру кришны вот мне так уже сейчас не очень нравится через какое-то время понимаешь где ошибки были опущены то есть я собираюсь сделать чтобы выглядывал только вот такой цветочка за спиной один вот таким вот образом сделать этот убрать совсем как то вот так можно делать чадры тоже господа видно это не так больше нравится или еще вот мои любимейшие чадры такие стиль такой мы делаем прямоугольничек то есть из любой ткани я люблю прозрачную такую вот и можно обшить и тесемкой можно саму на себя подвергнуть вот сегодня я показывала господа у него но я буду переделать как раз этот чадр там еще я буду чолю радхи переделать вот здесь сине-желтые одежды радха в синем а кришна в желтом вот этот желтый чадр я буду переделать потому что он с махрами такой уже неудачно я опаливала край и подворачивала материал оказался не стойкий и вот это вот оно не сцепилось то есть там сейчас махрится я буду взять покажу как это делается как можно у меня другие идеи сейчас уже есть можно в принципе обшить вот такую вот просто лентой атласной вот и вот этот чадр он потом когда прямоугольничек он формируется то есть вы делаете складочки и и при натягивании они здесь у вас тоже делается их можно зацепить можно так и оставить и одевается на господа таким вот образом вот в отделе можно за спины вы вывести их такие вот разлетайки получается также вот на примере этих чадров я покажу другие способы одевания которые мне больше нравится чем когда висят спереди то есть это можно закреплять вот таким вот образом на спине на курте вот так вот потом также это можно одевать одну руку сюда другую руку вот как тханье делает если чадр подлиньше сделать это тара тханье извините как-то родил второй чадр можно повесить на руку они очень хорошо крепится то есть разные есть варианты но не очень такие мобильные и оживляют костюм один край также можно сделать длиньше как с предыдущими было вот так вот как-нибудь а другой повесить так вот маленьким концом сделать также чадры еще можно одевать обкручивать господа ими любые даже те которые с вышивками вот так вот закреплять это ну разнообразит вид еще и иногда чадры сворачиваю закрепляю вот здесь вот какой-нибудь булавочкой их можно вот этих божественных очень близко ручки стоят мурти но в принципе это можно как челму то сделать также эти же вот эти вот чадры которые с проволокой они очень хорошо одеваются этими шарфиками на на поясе то есть их можно вот бы одевать сюда и они вот закручены и можно форму придавать куда бы они там не пошли то есть таким образом в общем люблю я и еще и не сказала про юбочки то есть курты основная выкройка путем у нас идет если хочется сделать такие с юбочками вот это мы берем нашу выкройку основную вот делаем и делаем ее до пояса обводили до пояса вот то есть мы берем вот эту вот основу и и вот до пояса мы ее обрезаем и делаем вот такие вот круги внешний круг мы делаем таким вот образом мы берем теченочку опять обкручиваем талию господа обкручиваем талию господа берем половинку от этого половинку от этого и сворачиваем в кружочек вот так вот и представляем этот бумажки мы свернули в кружочек ну так примерно и сделали это из этого самый круг который это у нас будет внутренний диаметр вот такого круга как только что то что я вам сейчас показала то есть мы нарисовали вот этот кружочек и теперь нам нужно определиться то есть вот здесь что на столе господа до находится какой длины мы хотим эту юбочку еще вот такую то мы берем этот отрезочек и в разные стороны если нет циркуля здесь есть циркуль поставим туда точку и вот допустим такую юбочку да мы хотим длиной то есть вот здесь у нас будет талия и вот такой длины мы хотим и мы просто можем отмерить эти участки несколько раз и потом на глаз это все отрезать если есть циркуль мы ставим сюда циркуль берем эту длину и обводим это все по кругу у нас получается вот этот вот круг мы его вот так разрезаем и вот эту вот часть мы как раз будем пришивать к нашей курте да и талию тогда замерять не нужно рады рады у меня это уже дубль 5 никак не получится значит извиняюсь мы не замеряем талию когда делаем такую курту мы замеряем выкройку курты и делаем это дважды и вот уже вот этот отрезок который у нас получится от объема курты мы прикладываем и обводим то есть у нас получится вот такой и отмеряем столько сколько нам нужно до края потом мы разрезаем вот по этой линии делать можно это из одной части то есть мы обрабатываем край и сюда тесемочку можно пришить можно сделать из двух частей одна будет лицевая другая изнанка прошить вывернуть разгладить вот и его здесь немножечко приметать две их и потом пришить к самой курте как сделать так чтобы она лежала не колом потому что не будет такая маленькая юбочка божества практически у всех достаточно маленькие 15 20 ну 20 нет ни у кого практически но насколько мне люди написали то есть 15 сантиметровые божества они не сможет на них так свисать вот даже у радхи на у меня вот такого вот размера это тоже не божество вот и у нее сегодня юбочка вот это вот синенькая я показывала она не сама так легла я ее принудила к этому и вот эти солнце клеш на как я предлагаю сделать на курту их тоже нужно будет принудить и это я расскажу в следующем мастер-классе когда буду показывать как шить радхи юбочки поэтому даже те у кого нет радхи посмотрите пожалуйста тут мастер-класс там тоже будет много чего интересного можно будет применить вот то есть это если так если же вы шьете это почему я делаю клеш это делаю я для того что как я уже говорила мне нравится чтобы была талия были бедра но если вы делаете те большие чадары которые в принципе закрывают весь перед то можно сделать по-другому складки или у вас божества большие да можно сделать складки вот таким образом вы отмеряете три длины в развороте вашей курты опять вот это у нас перед и точно так как же у нас сзади и вот эту мы отмеряем три раза вот мы и отмерили три раза рисовали вот эта полоска это и есть наши складки и мы ее будем складывать вот таким образом сейчас покажу на чадаре то есть край вот этой вот полосочки будем складывать складочками получается три длины и вот таким образом когда мы ее сложим складочки делаем произвольно какие кому нравятся в любую из сторон мы прикладываем и пришиваем вот и в принципе если у вас все спереди закрыто или вы пока только тренируете шьете попробуйте сделайте увидите какой вам способ больше понравится вот как сделать швы я расскажу через два мастер-класса следующем мастер-классе я расскажу как делать вверх и не вверх у всех остальных божеств не горнитесь у радхи у кришны и бринда также ну разные божества бывают вот и расскажу как делать юбочки радхи и так как юбочки радхи и джаганалхам они похожи в принципе вот я освещу этот аспект тоже по поводу челмы чума это будет в отдельном мастер-классе потому что там будут еще показаны как я делаю украшение для челмы то есть мы их не будем скомкивать мы сделаем этот отдельный мастер-класс и после этого я покажу разные техники которыми я пользуюсь когда шибер сам то есть это швы это способы сборки и также шитье с подкладкой вот как это выглядит в принципе если у вас есть какие то вопросы задавайте мне их сегодня завтра с утра я начну следующий мастер-класс писать поэтому если успеете я могу осветить то что я еще не осветила по поводу корон ящик значит по поводу корон еще освещу здесь потому как эта тема она в принципе не сложная корона можно делать если вы вышивка не владеете то корона можно делать еще вот такие это у меня одна из любимейших моих одежд в самом начале было я обязательно такие повторю просто у меня сейчас нет таких цветов я не могу их повторить уже так как у нас гири раджи и радха пришла раньше у меня был один кришна я ему шила вот такие чадры и к ним вот такая корона это из цветов это очень красиво делается очень быстро легко для этого нам нужно просто взять обхват головы допустим если у вас они носят парики то значит мы с париком ленточка делаем обхват головы и выкладываем этот обхват и так на ровной потом делаем вот ну примерно вот так вот на глаз такой треугольничек это будет у нас не с короны а здесь мы уже вдумываем как хотим хоть вот такие завитушки хоть так какие-нибудь там я не знаю звезды там делать хоть просто как у меня вот эта корона вот таким вот треугольничком сделали и нашли здесь цветов разных тесемочки пришили там какие-нибудь бусинки можно даже приделать и получится вот примерно такие короны после того как мы это все вышли на ткани мы эту корону приклеиваем к картонке в два слоя то есть клеем pva можно если она плоская можно чем-то придавить если вот в таком виде то в принципе просто прижать можно и не pva можно любым из вонючих этих клеев момент там можно ну любом клей можно приклеивать вот и после этого мы с другой стороны короны вот с этой у меня здесь эти втыкались раньше иголки то есть я еще в линии перо втыкала поэтому здесь нужно я приклеивала на тот момент обои виниловые ну индусы они обычно приклеивают красную ткань и не знаю почему вот вот у меня такой есть вид это мне подарили я их не использовала здесь тоже что-то белое и вот такие короны я делала вот такие вот маленькие божеством маленький божеством очень сложно найти корону даже в индии но иногда очень хочется это просто вышито такой бечкой золотой и вставлены камешки а сзади я приклеила вот такую вот ромашку не знаю сейчас мне не нравится тогда очень нравились первые короны были такие которые делала то есть вот таким образом делается короны как делается чумы то есть будет следующим мастер-класс через один там уже еще более подробно и в принципе там будут дела буду показывать как делать украшение и будет техника примерно такая же как на коронах поэтому будет более подробно реклежда извините меня если я слишком долго говорила или слишком мало если есть дополнение дополняйте я не претендую что моё то как я делаю это правильно если я что-то делаю не так вам не скажите я приму это к сведению и буду полезным буду очень рада давайте свои комментарии в следующем мастер-классе я могу что-то добавить если я это не сказала говорила я очень развернуто если те кто умеет шить немножечко вам было тяжело но я старалась сделать так чтобы те кто не умеет шить никогда этого не видели чтобы у них это могло получиться поэтому извините меня за излишнюю занудливость речь на дождать комментарии спасибо